Когда погода сулит угрозы. Ранняя весна всегда оборачивается большими опасениями. Специалисты делают прогнозы на предстоящий паводок. В зоне паводка угрозы у нас находится 227 населенных пунктов. Практически ежегодно 27 из них оказываются или частично полностью изолированными. Поэтому у нас с вами задача не пустить возглавление чрезвычайной ситуации от паводка, защитить населенные пункты. Если год назад паводок спровоцировала обилие снега, эта зима стала менее снежной, но зато морозной. Толще лед и высшее промерзание почвы. В зоне Риска, Первомайский, Адамовский и Абдулинские районы, а также Западное Оренбуржье, Сорочинские и Тотские районы. Особую опасность представляют так называемые малые реки. Не бывает простых паводков. Хоть мало снега, много снега, нужно к любому паводку готовиться. Потому что природа нам иногда преподносит разные сюрпризы. Бывает наложение дождевого паводка. Поэтому нужно лучше всего подготовиться ко всему и спокойно пропустить паводок. В гидромедцентре прогнозируют вскрытие рек на Западе к 30 марта, а Урала у Оренбурга к 9 апреля. В начале апреля ожидается резкое потепление, а потому сроки могут немного сдвинуться. Между тем в МЧС заверили, там готовы к любому сценарию. Буквально завтра уже начинаем полномасштабные проверки с проведением учений и так далее. Ну и работаем с муниципальным образованием, также проверяем готовность муниципальных образований. Специальная комиссия будет контролировать ситуацию вокруг паводка. На водохранилищах готовы принимать весенние воды. Однако погода, как всегда, расставит все по местам. Александр Ефанов, Виктор Горшенев. Наше время.